Здравствуйте, меня зовут Андрей Дриер, это Коммунальный патруль на телеканале Толк и в этом выпуске. Когда название говорит за себя, как в ТСЖ энтузиаст, злоупотребляют полномочиями и пытаются обойти закон. А как сместить председателя, отвечает эксперт инспекции строительного и жилищного надзора. В вагоне воду в квитанции могут включить страху страхования недвижимости на случай чрезвычайных ситуаций. Обязательно ли по ней платить? А в начале выпуска мы напоминаем, на интернет-портале Толк работает интерактивная карта коммунальных проблем города. Вы можете отправить нам вашу заявку и ваш сигнал появится на этой карте. Заходите на сайт talknews.ru на вкладку телевидения и нажимайте на значок «Рассказать о проблеме». Можно следить за статусом вашей геометки. Она будет менять цвет с красного, обозначающего сигнал коммунального бедствия, на желтый, когда коммунальный патруль принял в разработку эту тему и до зеленого, если соответствующие службы эти проблемы решили или черного, когда ситуация не изменилась. Абсолютная власть. Жители дома по адресу энтузиастов 34 уверены, что правление ТСЖ злоупотребляет полномочиями и расходует средства на содержание жилья не по назначению. При этом состояние дома, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А что председатель? Смотрите сами. Это женщина, что хочет, то и делает. Знаете, как царек вот такой вот живет здесь и считает, что это, по-моему, все ее. И снова монархия. В очередном доме теперь это энтузиастов 34. Встречаем председателя ТСЖ, который, по словам жителей, не считается с их мнением, а должности отдает только представителям царской фамилии. Ее сынок работает у нас, она его устроила, он работает, значит, у нас электриком. Когда что-то нужно сделать по электрике, они нанимают еще людей. И с наших же денег платят этому другому электрику. Вопросов по работе председателя у собственников еще много. За домом, она, говорят, совсем не следит. Обратите внимание на камеру. Значит, она стоит 3000 от силы. Шахторина сказала, что она около 70 тысяч, 60 тысяч с лишним. Она отдала за эту камеру за установку якобы. 3000 стоит камера, остальные деньги она отдала за установку. Почти месяц назад председатель договорилась с бизнесменом об установке киоска у подъезда. Жителей об этом никто не предупреждал. На каком основании задали вопрос председателю, она сказала, если этот киоск не останется здесь стоять, то я вам добавлю текущее содержание. Вы имейте это в виду. Аренду человек будет платить 12 тысяч в месяц. Это около 140 тысяч в год. На наш подъезд, понимаете, с любой аренды деньги не идут вообще. Отправляемся в подъезд, чтобы проверить. И, судя по всему, денег на содержание идет действительно немного. Лифт постоянно ломается, не работает. Не работает лифт, вот вам физкультура. Можно потренироваться по дороге домой, особенно если квартира у вас, это же на седьмом. Я говорю, поедите туда. Там лампочки ни одной не бывает, ни одной лампочки. Все, прощайся с жизнью. Мы пошли по лестнице. Лампочки – действительно редкость. Зато куча мусора, грязь, даже чей-то брошенный диван и прочие признаки бездомной жизни. Ремонт этой части подъезда не проводился, по словам жителей, никогда. Из-за таких дверей стены промерзают в квартирах и появляется плесень. А там, где ремонт вроде сделан, приходится еще и поработать самим. Мы поставили с 60-й квартиры, Лариса там живет, поставили за свой счет вдвоем. А кого-то даже такой ремонт обошел стороной. Вот если вы заметили, там был ремонт. А здесь нет, потому что, сказал, и не будет ремонта. Все проблемы этого дома не уместить ни в сюжет, ни в целую программу. Кажется, что председатель рубит сук, на котором сидит. Но ни одна инстанция пока не смогла помочь жителям. Обращались неоднократно в государственные органы, это жил инспекция Алтайского края, в комитет индустриального района, ЖКХ, в прокуратуру Алтайского края. Обращались в том году в УБЭП по городу Барнаулу, для того, чтобы они провели финансовую проверку. Но нам было отказано, и дело было передано просто-напросто нашему участковому, который написал очередную отписку о том, что у него нет финансового образования, и он не имеет права запрашивать у Шахториной какие-либо документы. Среди всех многочисленных ответов есть письмо от жилищной инспекции, которая признает, что у председателя ТСЖ не было оснований списывать свои долги. При этом всем, со слов жителей, правление ТСЖ провести переизбрание просто мешает. Последний раз в 2019 году собрание было в школе 120-й, назначается на время, которое неудобно для людей, для жильцов. На собрании присутствует 30 человек со всего дома. Дом у нас многоквартирный, квартир около 400. В любом случае, жилищная инспекция только направляет предписания и выписывает санкции за их неисполнение. А решить проблемы собственники могут только собрав большинство и переизбрав председателя. То есть, как ни парадоксально, свергнуть монархию в ходе демократической процедуры. Сменить председателя действительно можно только одним способом. Собственники заваливают инстанции письмами, но здесь обращения не помогут. Сменить председателя ТСЖ могут жители только на своем общем собрании. Для этого они должны определиться с кандидатурой, кто заменит председателя, который их не устраивает. Выйти на общее собрание и проголосовать за смену председателя ТСЖ. Если им не удается договориться, либо они не найдут достойную кандидатуру, они могут сменить способ управления, отказавшись от товарищества собственников жилья и перейдя в управление в управляющей организации. Органы госвласти в данном случае в решении этой проблемы помочь не могут, так как не наделены полномочиями. Мы сегодня наблюдаем большое количество картин, когда председатель какое-то время либо находится и не уходит, хотя уже вроде как пора бы. Действительно, два года – это тот срок, который можно посмотреть и увидеть, справляется, либо не справляется председатель. И, собственно, говорит, нет, давайте мы уже кого-то другого. Может быть, через некоторое время вы опять станетесь председателем, но пока давайте выберем другого, и тот другой пускай покажет, на что он способен. Но, видите, проблема в чем? Что и тот другой, и тот, который был, на самом деле в полной мере, наверное, не смогут дать дому то качество исполнения обязанностей председателя ТСЖ, поскольку в большинстве своем, вот я вижу, как лицо, которое, так скажем, занимается на этом рынке ЖКХ, такую деятельность общественную мы ведем, большинство из них неграмотных. Неграмотно в том функционале, который у них действительно должен быть. То есть вот эта неграмотность, она порождает вопросы у собственников, на которые нет ответов. А если еще, помимо нет ответов и отсутствуют какие-то действия, то у нас каждый раз в отношении председателя возникает либо там заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела, либо в прокуратуру, то есть либо в ГЖИ, что там не исполняются какие-то предписания и нормы. То есть вот обучение самих председателей ТСЖ, вот это стоит задачей, наверное, в большей степени даже государства. Ну хотя бы на уровне Алтайского края, я считаю, такие мероприятия должны решаться. А теперь о том, какая новая строка может появиться в ближайшее время. Во всех платежках вступил в силу закон о страховании имущества в случае чрезвычайных ситуаций. Россия не смогут застраховать жилье даже от бытовых рисков, например, пожара из-за испорченной розетки или залива квартиры в результате прорыва трубы. Но для этого региональные власти должны предусмотреть такую возможность в своих программах и выделить средства на эти цели. Для тестирования системы страхования определили 14 пилотных регионов. Алтайский край в их число не входит. Но и у нас уже возможны спекуляции на новом законе. Дело в том, что строчку о страховании могут включить в квитанцию на оплату коммунальных услуг без ведома собственника. В том случае, когда строчка будет включена в платежный документ, в квитанцию, собственник может оплатить, а может и не оплатить. То есть, если он желает заключить такой договор, он оплачивает эту строчку. Если не желает, он может эту строчку вычеркнуть из квитанции. То есть, это дело сугубо добровольное. Но если собственник не заметил эту строчку и оплатил, то, соответственно, он автоматически заключил договор. В данном случае, если он не хотел этого, но вот так автоматически оплатил квитанцию, он может обратиться в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор – это нарушение прав потребителей, так как услуга эта не относится ни к жилищной, ни к коммунальной. Будьте внимательны при оплате услуг. А если вы все же уверены, что вас пытаются обмануть, но официальные инстанции не могут помочь, обращайтесь к нам, заполняйте форму на сайте. Это был Коммунальный патруль. До встречи в следующий вторник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова